Hey, yo! Здарова, народ! С вами Фастюша, и сегодня мы будем продолжать проходить игру под названием Black Tail. Знаю, немножко задерживаю серию, но это всё по причине того, что я регулярно стримлю. Помимо всего прочего, я записываю параллельный летсплей ещё с Куролесовым. В общем, работы много, работы кипит, плюс ещё черновики кидаю пока что на новое видео, но всё будет, всё будет круто, поэтому давайте мы сегодня продолжим Black Tail, третья серия. Я уже не помню, честно... А, не, помню, мы замочили дракона, типа дракона, который оказался бесом. И сегодня мы продолжаем, наша задача же была построить мост. Вот. Я не буду тянуть кота за одно место, давайте начну. И сейчас для псущего эффекта я сделаю, как обычно, вот так. Чёрт. Всё, я исчез и испарился. А теперь, когда испарился, мы начинаем играть за нашим молоденькую бабу ёшку. Где мы? Мы вышли из пещеры, вот тут был бес. Дайб на карту посмотрю, на карте мы находимся вот... А где мы? А вот мы тут. А нам надо идти сюда. Вернитесь к Борби и Джеку. А вернуться к ним можно, идя вот по этой дороге. Да, побежали. А, вот смотри, вижу шишку. Она возвращается близнецам или снова заплутала? Так, идея, кстати, такая. Я следующую серию сделаю по... Как он называется? По бестиарию. То есть вы сможете узнать побольше о том, что же за существа тут обитают. И что с ними надо, собственно говоря, делать. Так, уничтожаем. Уничтожаем. Все хорошо. Получилось. Так, я помню, что зубов у нас еще достаточно. Поэтому сможем прокачаться. Все будет ништячок. Сохранимся. Не сейчас. Ты слишком опасен. А где тут-то опасность видишь, мадам? Я не вижу опасности. Давай еще раз. Во, все. Затупило. Думала, что тут опасно. А тут ничего не опасно. Здесь все шикарно, красиво. Ты посмотри на эту водичку. Ай, ну да, я же забыл. Мы плавать не умеем. Выплывет ведьма, утонет невинно. Так, что? Ты утонула? Эм, окей. Ну, как бы, диалоги между голосом в голове и самой Ягой очень интересные. Они прямо классно взаимодействуют. Так, подожди. Я не хочу умирать. Я не собрался умирать. Так. Я упал в воду. Ну, как обычно. Я умею практикую. Подожди. Да, у меня есть что-то, что может меня отхилить. Или могу ли я создать что-то, что может меня отхилить? Подожди. Сейчас я посмотрю быстренько. Журнал, навыки, нрав. Справочник. Так, надо будет потом поискать. А, тут же ягоды растут. Все. Я потихоньку вспоминаю. Все окей. Сейчас. Очень скоро. Все вспомним. Упади. А то. Вздумал ли мне тут. Так. Не попал. Подожди. Нет. Ай, добил. Добил меня. Маленький гоблин. Ха, карлик. Кучек глазый. Ничего, сейчас справимся. Сейчас все будет хорошо. Будет прям красиво. О. А это так работает? Мы типа из могилы вылезли? Вот это, слушай, вот это опять-таки четко. Я бы сказал, даже классно. Очень хорошее взаимодействие с миром. Тогда это животное цветистое мы завалим. Делаем все по красоте. Давай дальше. Так, здесь ничего. Тут можно как бы вниз пройти. А, ну в принципе мне, наверное, в этот низ и надо. Так, справились. Как они там называют? Рыба. Надо как-нибудь удочку себе смастерить. Надо будет удочку тоже смастерить, а то что я как неправильный человек без этой самой удочки. О. Опять ты? Что за мяук это? Слушай, кот говорит, что камень говорит, что один из камней упал в реку. Если он слишком долго пролежит в воде, то превратится в бесполезную золотую рыбку. Мы не допустим этого. Тебе придется выудить его, а для этого понадобится удочка золотой леской. Говорят, что эту леску много лет назад спрятал одна из красных роз с тех пор, и ее никто не видел. Что, ты серьезно? А что, похоже, что мы шутим? Но, найди красную розу. Так нам велит камень. Найдите красную розу. А, так значит, обязаловый надо будет удочку собирать, да? Мои нужды не важнее его жизни. О, смотри, еще вон вижу бобик. Ей нужно найти розу для того камня. А зачем, а? Ее ждет сокровище. Так, ну-ка. А искать надо, значит, где-то здесь. А я хотел грибочком вернуться. Хорошо. Пойдем тогда искать удочку. Вернее, не удочку, а леску, чтобы смастерить удочку, и, быть может, мы что-нибудь поймаем. Хотелось бы вообще золотую рыбку поймать. Золотые рыбки это прям классненько. Смотри, я на верном пути, значит, где-то здесь мы найдем так называемую леску. Такие жизни не выпускать мою нить из своих рук. Так, хорошо. Ищем тогда. Здесь где-то кто-то смеется, я слышал что-то. Грибы, побочные задания. С наступлением нового времени года грибы попросят вас об услуге. Оказав их помощь, вы получите в награду потерянной страницы и другие полезные предметы. Вы получите задание либо у проклятых, либо у великих грибов в зависимости от своего нрава. Другая группа станет к вам враждебной. Дорожные знаки укажут вам путь к логову грибов. Окей, значит, тут можно пройти к грибочкам. Но пока что нет. Пока что я не хочу искать грибов. я хочу найти леску. А где мне ее искать, я в душе не чаю. Поэтому надо искать, надо высматривать. Вон там какие-то как... Видишь розу? Спрячь лук. Они очень пугливые. Обрати внимание на что она смотрит. Найдите способ открыть сундук. Слушай, а я лук спрятать не могу. А, убрать лук удерживайте R. Хорошо. Искры. Сдуй их скорее. Во! И мы получили... Теперь можно вернуться ко мне. Слушай, прикольно. Очень прикольно. Мне прям нравится. Я обалдею о таких играх. Игр, где есть нормальные интерактивы и очень все продумано так вот. Вот так прям чтобы четко. А где он был? А он был там. Все. Все. Не теряюсь. Так. Не ту кнопку нажал. Меня в менюшку выкинуло. Кот говорит, что камень говорит, что это та самая роза. Времени у нас мало. Крепи леску, палки и погнали. Кот говорит, что камень говорит. Что здесь непонятного? Идем вдоль реки. Отправляйтесь на рыбалку. А куда мне идти? подожди. А ну ясно. Вот здесь наверное где была вот эта штучка. Да 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 вот здесь значит надо рыбачить. Ну началось. Давай ловись рыбка большая маленькая. И следите за рябью на воде. означает присутствие рыбы. Рыба поможет восстановить ваш запас здоровья. Рыбная кость также может оказаться полезной. В некоторых местах вы сможете выловить и нечто иное. Так а я поймал что-нибудь не поймал? Давай. Не повезло. это труднее чем казалось. Ну да я смотрю что вообще ничего не понятно. О поймал рыбу. Получилось но это карп а не золотая рыбка и не камень. Что ж неудительно что камень сегодня так понял. У него ж ни глаз настоящих ни ушей. Что минуточку рыбку можешь съесть. Вряд ли она предложит тебе выполнить три желания нежеланий. Пойдем отсюда. Так все вернитесь к бор виджаку наконец-то. Очень грамотно вот камень сейчас утонул наверное спрыгнул. Так тут я слышу где-то китю. Так обойдем обходим идем к грибочкам. Подожди ты тут на меня согрелся? А что он как неродной ей богу. Дай-ка быстренько уберем лук. Пошли до грибочков. О мерзость. Так грибочки вот где-то тут рядышком. Все собираю подбираю. Мне интересно а людей или кого-нибудь или что-то подобное мы встретим? грибы. Ты кого-то ищешь? Да вас ищу. Уже вернулась? Но что-то изменилось. Я больше не слышу рева. Неужели? Но дракон мертв никакого дракона там не было? Тяжелый выбор. Ну давай по факту я не люблю обманывать, но никакого дракона там не было. Никакого дракона там не было. Только жадный жирный бес. Видишь Джек? Дым и зеркала. Жадность отравлять души умы. То, что там не оказалось дракона не значит, что его вообще нет. А может быть она убила чудовище, но слишком скромно и не хочет присвоить себе свою славу. Так или иначе мост мы починили как и обещали. А вот тебе еще кое-что за труды. Да, это те самые липучие стрелы. Думаю ты легко сможешь наделать новых. Чертежи липучих стрел. Я слышала великих охотников, которые их делали, но это умение давно утрачено. замедлив врагов, я получу заметное преимущество, разве что это ведьма, которая... Ведьма? Так ком. Ведьмы давно нет. Ну, ведьма же... Баба. Вы наверняка слышали о ней. Люди постоянно о ней говорят. А, мы знаем о ком ты, девица, но баба, как ты ее называешь, не ведьма, она гораздо страшнее. Баба. Баба. Надо же такое имя выдумать. Удачи тебе, береги себя, еще увидимся. У меня такое чувство, что новая встреча не за горами. Так, завершено задание, поздравляем. Так, потеряны страницы, липучие стрелы. Так, мы можем перейти мост. Красивый сувенирчик. Так, и просится на полку. Так, утраты находки, верните их к избе, это говорить. Они правда на мост починили? Долго же возились. Я что сейчас сделаю? Я бы так, для начала, сохраниться, а тут кота нигде рядышком нету. Он где-то должен быть. А, ну, он там, вот, далеко. Ладно, ничего, смотри, тут опять эти бобики. Стреляю. Кто разбрасывает эти крошки? Куда они ведут? Куда она? Ты не видишь, она идет последую из крошек. Кто разбрасывает эти крошки? Куда они ведут? Так, до свидания, до свидания. Шишкочка. Если у бабка отнять бессмертную душу, получается под сырек. И что? Это души заперты в междомире. Они ждут своего шанса. Вот он. Интересно, правда ли говорят, будто духи хранят утраченные воспоминания. дорогой, подожди меня. Ну давай, смотри, тут много бабков. Реально очень много. Куда она? Ты не видишь, она идет последую из крошек? Кто-то разбрасывает эти крошки, куда они ведут? Тихо! Ты смотри какой! Быстро создаю, 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 камнем кидает. Так, нет, так, слушай, так делать нельзя. Сейчас его задамажу. Ты жив? Нет, он не жив. Ну слушай, получилось. Справились с очередным непонятным существом, причем одноглазым. И снова, и опять-таки существуем. Куда она? Ты не видишь? А так, она идет последуюсь крошек, это все. Они говорят, что здесь зубы. Зубы это хорошо. Я помню, что из зубов нам надо будет что-то делать. А там новые умения можно будет получать за счет зубов. Тихо, тут кто-то спит. Так, ну для начала глава спит. гнолология. Окей. Ну это мы опять-таки я говорю в следующей серии. Следующая серия будет посвящена вот конкретно чисто чтению. Я вам все прочитаю и вы сможете послушать местному лоре. То есть будет интересно. Я знаю, что есть несколько человек, которым эта игра очень зашла и я надеюсь, что вы послушаете, посмотрите. Специально приведу вас куда-куда нужно, потому что чтиво реально много. Очень много чтиво. Так, ну хорошо. Значит, где, что мне делать? Мне надо идите по следу из крошек. А, мне надо искать след из крошек и идти по нему. Так, это не он. Чуть-чуть заблудился. Вот след из крошек. Вон дальше. Вот, смотри. Этого тоже застрелю. То, разбрасывай эти крошки, куда они ведут. Так, ну все, мы на верном пути. Дай-ка быстренько создам еще стрелу. там что-то есть. Куколка. Я вижу куколку, но почти я увидел стрелу. И стрелы я соберу. Мед я тоже соберу. Немного напоминает мне его. это еще что? кто? Видение. Расставлять элементы прошлого по порядку, чтобы раскрыть истину. Управлять временем и пространством, чтобы собрать недостающие части сцены. Используйте WS, чтобы настраивать время. Используйте ADD, чтобы настраивать пространство. Нажмите мышку, чтобы зафиксировать недостающие части. Да, будем учиться. Так. Подожди. немножко не понимаю, а мне надо значит в нее попасть, да? Нет, 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 вот как-то так. А это неужели? И что? Ясно. ничего не понял, но очень интересно. нет, дорогой, почему ты? почему я это вижу? Кажется, он боится меня. Хочу знать, почему. Надеюсь, эта дорога приведет меня к Зоре. Ну, пошли искать. Сейчас быстро догоню, догоню призрака. так. Нет, вот этой. Эй, ты видел эту душу? Куда она идет? Сейчас догоним. Так, вот еще один. Промазал. Что это? Это заблудшая душа. Так, хорошо. я так предполагаю, я на верном пути. Вот тут есть КТ. И это хороший знак. Следовательно, очень скоро мы сможем протонуться в избушку. Дорогой оказался мерзавцем, но даже он такого не заслужил. Разве? Неужто память тебе изменяет, принцесса? видишь? Догони его и заключи ее в воспоминания так. Видишь, малышей на деревьях? Прошу, а ой-ой понял. Надо стрелять в бабков. так, хорошо. Ну, слушай, ну, нестандартно. Это все очень нестандартно и это прикольно. Так, еще раз. Так, сейчас сюда приедет. Не попал. Но был близок. вот сейчас следим оба. Зачем следить-то? Что происходит? сбету дрян с дерева. Хорошо. Я вас понял. Так. Дерево на место встал. А, не, вот сейчас будет здесь падать. Смотри. так, непло. Подожди, слишком много. так, надо сейчас будет дальше опять этих бабков наверное сбивать, да? Или что происходит? надо добить. помешается. Вот опять, опять, опять дерево падает. Хорошо. Раз, два, есть, получилось. Вот сюда теперь собирается падать. один и второй не попал. Дать ягодок. Стой, 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 не хочу умирать. Есть, попал. Вот еще одно. сейчас смотри, тут вижу. И вот этот. Это было непросто. Прямо в яблочко. Опять сюда собралось прыгать. Так, не ту кнопку как обычно нажимаю. Где-то еще один. вон есть получилось. Победили дерево. хм, на чем я? А, точно. каждую весну, когда день и ночь становятся равны, жители деревни готовятся отправить старуху зимы в своясь. То есть, попросту убить зиму. Удача им в праздник в этом. Этот год отличался от других. Людям было не до праздника, ведь череда трагических событий омрачила радость всей деревни. Но для младшего поколения старая традиция была не просто актом веры. несколько подростков решили нарушить запрет. Каждый из них по своим причинам. Год назад. Тот день Драгой почему-то не хотел углубляться в чащу. Но Зора, да, из блеснябя шаг, что посмелее, не собиралась отказаться от своего плана. А я все равно пойду. А вы двое можете тут заняться чучелом. Драгой и Яга много лет были друзьями, но появилось между ними что-то большее, едва уловимое. И зачем только влюбляться, когда можно отоспаться? Так, на чем я остановился? Ах, да, Драгой и Яга. Как же. Вот ты, Старики запретили нам делать чучело. Раз вернулась баба, сказал дорогой. Но я выдумал, будто мы собираемся сделать чучело, чтобы прогнать бабу, а не зиму. И знаешь, что? Они не возражали. Быть осторожнее, Яга. Люди гадости говорят. ты даже не представляешь, какие жуткие идеи приходят в голову тем, кто боится за жизни детей. Яга его почти не слушала. Она думала только о подарочке, который припасла для Драгоя. Чувствуя, как отчаянно колотится сердце, она достала его. Мальчик взглянул на маску Яги. Сними ее. Хоть разок. Нет, ответила она, отшатнувшись. Но он продолжал настаивать. Драгоя, нет. Может, хватит от себя не дотрогу? Ты просто чокнута, как они говорят. Это выкрикнул он. Она не верила своим ушам. Она так всегда считала Драгоя другом. Ладно, неважно. Идем, надо найти Зору. Думаю, я знаю, где она. Прыкнул Драгою, поднимаясь на ноги. Задетая гордость заставила сказать такое, о чем он будет жалеть до самой смерти. Они шли через лес. Таинственное то и все, а теперь самое интересное. В общем, пройдя изрядный путь, мальчик остановился посреди поляны. Давайте. Группа жителей деревни выскочила из кустов, застав ошеломленную девочку врасплох. Значит, ты все решился. Вот и молодец, сказал один из мужчин. Предательство смущает лишь слабых. Верно, Драгое? Запалите костер и несите козла. Пора очистить этого подкидыша от касания ведьмы, взглянув на козла отпущения, принесенного селянами. Яга громче обычного услышала знакомый голос в голове. Ты столько лет позволяла им обращаться с собой как с мусором, а теперь позволишь им даже убить себя? Ждать живьем? Позволь мне ответить на этот вопрос за тебя, принцесса. Прочь, прочь с дороги. Так, платформер, козел отпущения. Я всегда была для вас идеальным козлом отпущения, монстром. Вы вечно видели во мне чудовище. Теперь я могу дать тебе вам все, что вы заслужили. Главное упирайтесь прочь с моей дороги, умоляю. Так, ну, слушай, прикольненько сделано. Чего вы ждете? Остановите ее. Хотите, чтобы я остановилась? Нет? Нет, 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 прочь с дороги. Осторожно, огонь. Да, я горю. Сегодня он спалит вас. Спалит ваши дома, спалит весь мир. мой мир. Но эту, эту цену я готова заплатить. И что она теперь будет сделать? Куда пойдет? Нет, убирайтесь. Вы звали меня подкидышем несовестной, а когда старое обзывательство приедались, выдумывали новые. Ведьмино око в деревне. Вы не оставили мне выбора. Я проткну тебя насквозь. Я череп тебе пробью. Больше ты не сможешь поливать меня грязью. огонь. та самая, что пыталась высечь все эти годы. Всего и нужно то было, что одна единственная искра. Ты ищешь угрыть себя здесь в лесу? от огня не укрыться. Иди же, выйди на свет. Вдохни пламя. Разве не этого ты хотел? А что если ты обожжешься? Что если пламя поглотит тебя целиком? Если умрешь в муках? Эту цену я готова заплатить. Так, ну мы прочь с дороги. Ваши кулаки, ваши палки и железо. Встретят достойного соперника. Они расплавятся и сгорят в огне. А, попало, смотри. Так, а что мне с ним делать? Как? Опять попал. Так, ну сейчас я разберусь, подожди. опа. А, ясно, надо ждать. Ага, попал. Попал, хорошо. Да, вон у него черепушка рушится. Так, он по мне попал, это плохо. А ну прочь, с дороги. Это, это уже слишком, может ты, не лезь в это, сын, мы сами разберемся. Ты что, не видишь, дорогой? слишком поздно. Слишком поздно. Поздно для нас. Поздно для тебя. Поздно для всех вас. Тебе остается только бежать. Потому что это место и все, что в нем есть, сгорит дотла. А я, я могу сгореть вместе с ним. Эту цену я готова заплатить. Яга, ты меня слышишь? Все хорошо. Зора, это ты? Да, глупышка, это я. Видишь, мы в море шагов от красного дуба. Здесь ты в безопасности. Они побежали в другую сторону. они ничего тебе не сделают. Не посмеют, когда я рядом. Но они думают, что я, что волка и славится. Мы выясним, что с ними случилось совсем скоро. Думаю, я знаю, где искать. А где? Где Драгой? Этот старый лис, наверное, спешит к себе домой. Драгой, с того дня мы больше его не видели. Эй, кто это? Это ты? А, нет, я не могу. Нет, 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 нет. Перестань. Нет. Что за... где? 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 нет. Только не маска. красный дуб. Я почти на месте. Так, задание добраться до красного дуба. дуба. Хорошо. Хорошо. Но время еще немножко есть, поэтому... Да, я посмотрю быстро по карте. а, а, тут рядом вот мы дойдем до красного дуба, и на этом серия закончится, поэтому давай мы сейчас доберемся. Где же ее маска? Ее нет. И это ее настоящее лицо. Слушай, интересно, что же там за под маской нас... Это то самое место. Красный туб. Здесь мы прятались. Но Зора нигде не видно. Оглянись, он здесь. Тот, кто не судит. Так, подходим к безликому идолу. Пусть ваше прошлое уравняет чаши весов панцирьки, собранные вами в ходе воспоминаний будут влиять на ваш нрав. Выбирайте с умом. Я вижу внутри лишь пустоту. Я про тебя то же самое могу сказать. Он тебя не осудит, но с радостью поглотит твое прошлое и принесенный тобой душ. Не трусь, принцесса. В рай среди ветвей звенящих от пения птиц в падемье, где змеи, меж корней в рай среди ветвей звенящих. Так, окей. Я не знаю, что я выбираю. Еще одна маска. Немного похожа на мою старую. Я могу ее взять? ветвей. Так, а я все еще недостаточно. Отнеси ее домой. Домой? Твоя сестра говорила, что знает, как найти пропавших детей, да? То есть она ушла искать их? О, конечно. пусть к сестре лежит через всех друзей, что я потеряла. Я должна узнать, что с ними стало, как будто ты этого раньше не знала. В общем, принцесса, тебя ждет погружение в пучины памяти. Ты будешь видеть и вспоминать печать. Отнеси ее в избу, пока еще можешь. Так, ну давай, я предлагаю, что она собирается сделать снова маска и отнесет в избу, в избу. Так, хорошо, дай посмотрю на карту. Ну, как бы, вроде не очень далеко, ну и далеко одновременно. Давай, все же таки, нет, сериуму я прерву чуть-чуть попозже, мы дойдем все же таки до нашей избы. Слышишь? Как будто к нам в двери стучатся настоящие легенды. видишь ту странную статую? Угу, идил какого-то древнего бога, а дай ему почести выстрели в него. И зачем? Древние боги мертвы, а ты жива. А, это, короче, телепорты такие. Слушай, классно. Смотри, это я делаю так, да. Кажется, я начинаю к этому привыкать. Опа. Так, главное, не говори об этом громко. Хорошо, слушай, это здорово. И я бы сказал, даже неожиданно. О, посмотри, какое небо красивое, а. слушай, реально, очень, разработчики молодцы, конкретные, они прям постарались. Мне аж нравится. Китя. так, ну я походу становлюсь на сторону тьмы. Он ждет тебя. А кто ж, я знаю. А кто ждет меня? Подожди, давай, прикоснемся к чате. Кукла драга, но это все я буду читать в следующий раз. Зелье здоровья, я могу, а я могу делать зелье здоровья, деревянные стрелы. подожди, я хочу быстренько выучить какой-нибудь навык из тематики, из тематики чего? Аааа, изучил. Быстрого стрелка изучаем, смотри. Чары зайца, вы можете нести еще три стрелы каждого типа, кроме того, повышать эффективность лечения. Так, слушай, ну это хорошо. Абракадабра, это что такое? Не знаю. Ученица ведьма. Солнечный фокус, чтобы использовать, удерживать F, он наносит постоянный урон, измедляет цели в узком секторе перед вами. Ну, хорошо. И чары. Еще что-то смог выучить. Все, у меня больше нет зубов. Соответственно, больше ничего выучить не могу, да? Так, нет, это не то. Кукла Драгуэс. Это местами обгоревшая кукла похожа на Драгуэ. Нрав. Так, поддельная овца, жаба, навыки, нрав. Подожди. Но я нет, я еще добрая, я все-таки не совсем злая. Но скоро походу таковой стану, потому что... Ну, слушай, ну, когда пацан тебя предает, ты знаешь, что делать. Я сказала, что знаю. Эй, да что с тобой, принцесса? Ничего. Просто я хочу узнать, кто? Кто я? Ты серьезно? Неужели люди были бравы, и я есть ведьмина ока в деревне? Ведьмина ока? Ну, ты даешь принцессу. Ведьма или баба, неважно. Так значит, ты... Баба? Я из-за тебя состарюсь раньше времени. Смешно это иногда. А как же смерть Драгуя? Это же не ты. Это же не я? Понимай, как знаешь. А теперь коснись печати. Я пришла не за тем, чтобы выполнять твои указания. Я должна разыскать моих друзей. Я ищу Зору. Но если ты захватишь избу, ты избавишь земли от корней. А значит, ты должна разыскать все нужные воспоминания. Так что хочешь не хочешь, придется мои указания выполнять. Ладно, будет по-твоему. История повторяется. идите последуя крошек. Новый след появился. Вот. На этом мы закончим нашу серию. Но прежде чем я скажу последние слова, хочу обратить ваше внимание. Но если тебя предает любимый, если тебя просто опрокидывают ниже Плинтуса, и в конечном итоге просто-напросто издеваются над тобой, когда вы вдвоем в лесу. Просто потому, что девушка, извините, отказала она ему. Просто отказала, сказала, не готова я. Ну маску-то, что-то до маски докопался. Не, вот серьезно, как бы из-за этого я считаю, что этих людишек надо убивать и все-таки становиться больше на путь тьмы, а не света. Но с другой стороны, тут если вставать на путь тьмы, это значит, что надо убивать животных и животных убивать я не хочу. О, как дела? А как ты здесь оказалась? Ау. Так, голос идет из куклы. Это прикольно. Это прикольно. В общем, да. Давайте на этом я закончу серию. Поэтому я считаю все-таки будем играть путем тьмы. В общем, все, все, я заканчиваю, да. Следующая серия будет посвящена бестиарию, поэтому не пропустя, она выйдет довольно-таки скоро, в принципе, наверное, на следующий день. Ребята, комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, в общем, пишите, что вам нравится в прохождении, что не нравится, что бы вы хотели вообще увидеть, потому что мне реально мне интересно, но я бы хотел отыгрывать это вместе с вами. На стримах я эту игру проходить не буду по причине того, что эта игра здесь открылся новый путь, вот новый путь мы пойдем завтра. Мне на стримах я ее проходить не смогу, потому что она, мне нравится ею наслаждаться, а во время стримов такого не получится. поэтому еще раз то, что было сказано выше, подписывайтесь, комментируйте пальцы и не забудь про телеграм-канал, ссылка на который у меня в описании. С вами был Фастюша, давай, до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok